Наконец-то начинаются работы по вот этому вросшему в стену Suzuki Jabel 200. Можете не смотреть на то, что он кастом. Ну, типа, во-первых, здесь ничего не пилено и не резано. И если очень захотеть, то можно все вернуть, как было. Ну, он такой куплен с Японии. Второй момент, что человек его купил не от того, что взял по бичу, а от того, что он просто вот ему понравился, и он хочет ездить на таком. И я не могу ничего сказать против, потому что чувак действительно готов обслуживать этот мотоцикл на самом, наверное, самом-самом высшем уровне. Ну, а мы постепенно начинаем всякие свистопляски с ним. То есть перебирать его надо прям вот от начала до конца, все, как я люблю. Особенно, когда это хорошо мотивирует, это прям вообще бесконечно здорово. Ну что ж, начинаем, как обычно, с переда и будем потихоньку двигаться по мере поступления проблем в сторону задней части. Раскидал перед джебеля, не буду показывать в общем и целом, как бы там, ну там везде есть к чему приложить руки. Буду прям поэтапно показывать, что, с чем конкретно я сейчас буду работать. Конкретно сейчас я буду работать с рулевой колонкой. С ней, на удивление, все очень хорошо. Даже нету рыжего налета нигде. Обычно на нижнем подшипнике он есть. Здесь все прям чистенько, красивенько. Нету выработки нигде. То есть я уже все это почекал, просмотрел. То есть даже вот здесь ни одной канавки, даже намека на канавку не набита. Там он виднеется, смазка. Но рулевая по классической схеме была адски затянута, просто адски затянута. И все это за собой тянет как раз впоследствии того, что руль еле двигался, подклинивал и т.д. и т.п. Но все это будем устранять. Все это не страшно. То есть вот сейчас буду начинать спереда. И потихонечку куда-нибудь мы будем двигаться. Неизменно, естественно. Поэтому ничего страшного не вижу. Потихоньку все это будет делаться. Что собственно сейчас и происходит. Так, на джебель подготовлена вилка к переборке. Причем самое странное, что как будто мотоцикл собран из двух. Но на самом деле нет. Просто вот один из пыльников выглядит вот так. То есть он уже осыпался, расслоился и сгнил. И от него же такой же сальник. Нет, вот он от него сальник. Вот такой вот красивый. А при этом второй сальник, ну более-менее нормальный. Пыльник нормальный. И соответственно в одном пере абсолютная жижа черная, вонючая. Вот это с запахом тухлой соленой рыбы. А во втором пере красненькое масло. Вот и угадай. Ну а так по вилке направляющие хорошие. Все хорошее. Сейчас будут устанавливаться новые сальники, новые пыльники, новые стопорные кольца и прочие. Новые гофры. Я не знаю почему не купились они просто отжибили. А купились хрен знает какие. Хотя заказывалось с мегазином множество деталей. Я не знаю. Но как бы не суть. И получается подготовленная к сборке рулевая колонка. Все помыл. Здесь тоже все прекраснейшим образом выглядит. Болты. Ну весь крепеж электрозвуком почистил от всяких этих белых окислов. Ну а потом сейчас все помажется. Ну и опять покажу. Эту геморройную вилку собрали. Одному очень тяжело ее собрать. Собирали ее вдвоем. По факту. Чтобы было проще. Но тем не менее собранная. Перебранная. И слава богу. Остается про это забыть. Рулевая подготовлена. Смазки накидал. Ну как будто тут это. Мотик отправляется на Дакар. Винты обработал медной смазкой. Чтобы не закисали. И наконец-то можно установить траверсы на свое законное место. Ура! Сегодня по джебелю получается рулевая собрана. Вилка собрана. Гофры какие-то установились. Не знаю какие. Но стали прям хорошо. Не знаю какого они качества. Сколько прослужат. И так как на мопеде полностью отсутствует вообще какой-либо щиток. То есть тут просто фара. Я перемотал всю проводку. Чтобы она была и плотнее. И не торчала во все стороны. Ну и как-то выглядело все это более красиво. Больше сегодня особо ничего не успел. Как-то все не то и не про то получалось. Не знаю. Разбитый день. Но хотя бы собрана вилка. Собрана рулевая. Какие-то еще мелочи сделаны. Поэтому в принципе ДР не заброшен. И работы по нему ведутся. На каждую мелочь тратится очень много времени. На самом деле одно за одно. И как бы получается что вроде как и ничего не сделал. Собрал все что касательно руля. Это рычаги и не рычаги. Рычаг сцепления был погнут. Я его подвыпрямил. Но увы шарик у нас сканул в лето. Но рычаг был очень сильно кривой. Ручку газа тоже разобрал. Все почистим. Помажем. Зеркало. Ну чуть-чуть попробуем очистить. То что держит проводки. Вот эти штучки с липучками. Липучки отклеились. Почистим ультразвуком всю эту штучку. И потом липучки приклеим. И лягушка этого самого тормоза. Ну ей прям. Ой лягушка сцепления. Ну ей прям совсем плохо. Тут налое смазки. Такое уже закостенелое. Вот это вот все надо будет сейчас через ультразвук прогнать. И получить счастье с праздником. Чем мы сейчас и займемся. Также пульты. Пульты ну в целом неплохие. Но смазка в них такая же. То есть ей тысячу лет. Плюс надо перемотать проводку всю. Как я сделал по передней части. Чтобы все это не сильно торчало. И не выбивалось из общего худо-бедного образа мутацикла. Но чтобы это смотрелось не совсем люто колхозно. Вот. В общем к этому сейчас и приступим. В ультразвуке там еще раз провариваются рычаги. И прочие мелочи. Я решил заняться тем, что разобрал пульты. Ой. Пульты эти на самом деле достаточно сложненькие такие. Если не знать. То вы можете разобрать. И больше никогда в жизни не собрать. Это сусучья тема. И на Кавасаке такие же пульты на многих стоят. То есть по сравнению с Ямахой и с Хондой. Эти пульты это какая-то. Ну. Необоснованная технологичность. Скажем так. Вот одно вот это. Вот чего стоит. То есть вот эти собачки. Пружинки по 40 штук. Зачем так делать. Это непонятно. Чем-то обусловлено тоже непонятно. Ну. Дорожки там местами зеленые. Но. Как бы. Нету никакой гнили и прочего. То есть. Ну. По факту можно было и не разбирать. Но. Было сказано. Чтобы делать все. Все. Ну и сейчас. Пока. Ультразвуковая ванна все равно занята. Поменяю резину. Поменяю подшипники в колесах. Вот. Отбалансирую. Ну и к этому времени наверное ультразвуковая ванна со всеми деталями наконец-то освободится. А вот она стоит красивая. Кстати мягкая резина на удивление. Ой. Изъял подшипники. Грел строительным феном. Чтобы посадочное место не испортить. Ну. По сути. По сути. Мы меняем новое на новое. То есть. Эти подшипники были и остаются абсолютно новыми. Тут даже намека на какое-то там потемнение смазки даже нет. Ну. И будут ставить вот эти эскаревки. Единственный плюс от того, что мы сейчас ставим. То. Ну. Закрытый подшипник он на приворе прослужит дольше. Как бы. Условно это дополнительный сальник. Ну. Хотя не условно. Так и есть. Дополнительный сальник. Но. Тем не менее. Как бы. Особной надобности не было. Ну. Было сказано менять. И даже куплено передних подшипниках. Четыре штуки. То есть. На всякий случай. Не знаю уж зачем. Но. Таково. Было действие. И. Что-то похоже спицы. Кстати. Прослабшие тоже. Надо будет посмотреть. Вот это сейчас моментик. Ну. Это когда уже буду балансировать и прочее. Значит. Поставил эту штуковину от фары. Тут немножечко уже проводку какую-то подкинул. Но это все не об этом. У нас подготовлено к сборке. Все что касательно ручки газа, сцепления. Тут лягушки, не лягушки. Все вот эти дела здесь готовы. Далее сейчас буду перебирать редуктор спидометра. Он у нас вот такой немножечко побитый жизнью. Проводку от пультов уже почистил. Все контактики теперь чистые. Провода тоже чистые. Потом перемотаю это все, чтобы нигде ничего не торчало. И будет очень даже хорошо. Подшипники. Вон лежат. Значит подшипники в колесе заменил. Что еще? Что еще? Вот. Отбалансировал. Получилось 10, 20, 30, 40, 50 грамм. Ну. Это бы очень сильно чувствовалось, если бы этого не сделать. Несмотря на то, что резина... Ну, шашки не шашки. На самом деле это резина МИТОС-09, по-моему. Да, Е-09. Ну, резина тяжелая, но это ни разу не кроссовая резина. Это такая из разряда... Ну, около хард. Блядь, эндуро. Не знаю, как это назвать. Но, в общем, как-то так. Ой. Великий план сегодня... Всеми силами, не силами, а установить переднее колесо и редуктор спидомета. Чтобы колесо уже не возвращаться. Что мы сейчас и будем стараться дальше сделать. Сузуки Жибель. Ну, вот еще Кипра. Движение. Подготовил все к сборке. Тут уже все смазано. Редуктор также перенабит, смазан. Остается сейчас тросик только помазать. Ну, и вот этот чехольчик для проводки подожду, когда эти липучки высохнут, чтобы можно было приклеить. Пульты оба полностью почищены. Их теперь остается, ну, просушить и собрать. Перед этим перемотав всю проводку нормально. Чтобы, ну, все это смотрелось более-менее аккуратно на мотоцикле. Потому что, ну, проводка здесь вся открыта и была. Она здесь, ну, она просто вот так вот болтала здесь везде и вся. Это я не считаю, что прям очень красиво. Так, б. Ой. Ну, вот. В общем, дела двигаются очень медленно, но тем не менее. Все. Собрал рычаг. Вот он рычаг с этого сцепления. Еще у нас здесь ручка газа также собрана. Здесь установил термоусадочку. Потому что, ну, родной чехольчик за давным стилет потрескался и на месте была трещина. Установил термоусадку сверху. Теперь все хорошо. Остается, получается, сделать пульты и покрасить руль. А, ну и передний. Короче, еще много чего, чтобы сделать до конца, оформить переднюю часть. Но мы двигаемся, стараемся и будем продолжать в том же ключе. Приступил к тормозам от джибеля. Вроде бы все неплохо. По крайней мере, особо гнили нет. Он направляющий хреново. Ну, посмотрим, что тут у нас по факту будет. Сейчас будем разбирать, запихивать в ультразвук. Ну, в общем, все как обычно, по стандартному сценарию. И поехали. Тормоза разобрал. Ничего серьезного нет. Ну, в этом суппорте есть окислы, на резинках есть окислы, причем серьезные. Но больше нигде ничего нет абсолютно. Поэтому сейчас закидываем в ультразвук, чистим и будем собирать. Наконец-то подготовлены пульты к сборке. Уже после всех чисток, нечисток все дорожки почищены. Проводка перемотана вся. Все жгуты, чтобы все это смотрелось в едином целом, чтобы нигде не торчали провода. Клоки на фару переделал на фишечки. Все это тоже перемотал. На этот экранчик липучки приклеены. Тоже все на месте. В общем, как будто бы будет красота. Далее. Суппорт и машинку почистил ультразвуком. Есть ремкомплект, есть новые колодки. Но я вот как бы не очень понимаю, зачем все это надо. Но может быть направляющие болты я поменять. То, как бы, весьма сомнительный вопрос в надобности этого мероприятия. То есть, тут как-то все в таком хорошем состоянии, что даже не хочется менять. То есть, ну, тут из разряда менять хорошее на новое. И возникает логичный вопрос, а надо ли вообще в принципе. Вот. Ну и вот это мы соберем. Руль в покраске. А знаменует это то, что, ну, когда установится руль, то, что с передней частью все работы будут закончены. Но, к сожалению, когда будет руль неизвестно. А сейчас, что, приступаю к сборке и пультов, и, собственно, тормозной машинке у всей тормозной системы. Ну и буду поэтапно что-то вам показывать. С этой эпопеей завершается. Теперь уже точно все готово. Прямо к сборке. Нанесена везде смазка, все пружинки, шарики, все на месте. Теперь бери и собирай. Это что касательно пультов. То есть, пульты будут как новые. И, значит, с тормозами все-таки решил ставить ремкомплект. Потому что, ну, почему нет, если да. И некоторые вопросы по резинкам были. То есть, вот этот вот чехольчик родной, оригинальный, надорванный уже. Пыльник вот этот вот тоже, ну, как бы он бы работал, но оставляет желать лучшего. Поэтому, если есть новые, почему бы не поставить новые. Это ремкомплект Toolballs и вроде бы есть все. Только вот интересная история. Вот этих вот резинок, пыльников, которые стоят вот здесь. В комплекте два. Но зато нет вот этой направляющей. Как бы, зачем мне два пыльника и отсутствие одной направляющей, я не знаю. Но, тем не менее, вот так. Так что, кому интересно, знаете. Ну, а на направляющей в хорошем состоянии. Я, по-моему, почистил, помазал. И будут они жить долго и счастливо. Сейчас будем собирать. Вот с этим волшебным Сузуки. О, это прекрасный мотоцикл, который я ненавижу. Короче, все, кто задумывает прокачивать тормоза на двухсотых джибелях, что вам надо? Во-первых, нам нужна новая нервная система. Я вчера потратил на то, чтобы прокачать 10 тормоза, ни много, ни мало, 3 часа. И я вчера ничего не сделал. В общем, машинка полностью разбиралась. Я ее чистил литрозвуком от куокислов, от всего. Ну, все, все видели. Но потом нет возможности прокачать. То есть, машинка не качает, вакуумом не просасывает. Просто вот в машинку заливаю жижу и все. Раз в 40 собирал, разбирал, ставил обратно. Посмотрел все резиночки через лупы, через не лупы, уже через все, что угодно. Все манжеты проверял. И все нормально. Потом, как оказалось, на форумах мне уже владелец скинул. Мы были готовы менять машинку, к слову. Что это вообще типичная проблема для этих мотоциков. В итоге, что вам надо? Вам нужно вот такое вот сверло по стеклу. Ну, просто, чтобы оно было конусное. Прям очень сильно конусное. Здесь два отверстия. Одно вот здесь, другое вот здесь. Вот это отверстие рассверливаете. Короче, в чем суть? Суть заключается в том, что давление жижи больше, чем отверстие, через которое должен выйти пузырек в воздух. Короче, жижа подпирает воздух. И отверстие настолько маленькое, что он не может пройти хоть что вы делаете. Поэтому вот такие, собственно, проблемы и возникают, и возникли они и у меня. Обычно настолько жестко. Не бывает, чтобы вакуумом уже не прокачивало. Но такого не было никогда. Но, тем не менее, сейчас тормозная система полностью работает. Хоть и заказан ремкомплект, но пусть будет запас, потому что я уже ни в чем не уверен после того, что сейчас было. Поэтому такая вот история. Грустная, трагическая, с огромным потерем времени, что самое обидное в этой ситуации. А так, как бы, вот колесо свободно у нас вращается. Нажимаем тормоз. Ну вот, то есть мы крутим ногой, все хорошо. Нажимаем тормоз, все. Колесо вкола, рычаг даже, ну вот он болтается, не привернутый. Но он, как ни жми, не дотягивается. То есть тормоза работает сейчас великолепно. Вот такая вот история, в общем. С двухсотами джебелями. Наконец-то полностью собран перед. Полностью оформлен. Значит, с покраски пришел руль. Владелец сам такой хотел. Я с него снял краску вот досюда везде. Ну, собственно, чтобы пульты наделись, ручка газа ходила. И дурацкое крепление рычага сцепления тоже встало. То есть вот так вот все сделано. Все аккуратненько, все красивенько. Владелец хотел руль Кэнди. Но если бы мы красили Кэнди, мы бы его никогда не установили. Потому что Кэнди, наверное, в пять раз больше слоев лака. И он бы просто туда не встал. А так, по электрике я все исправил. Все теперь работает. И поворотники, и аварийка. Все вот и до. Проводка теперь спереди выглядит вот так. Нигде никакого разносола. Нигде ничего не торчит. Родной чехольчик. Плюс его хомутиками поджал. И как по мне, прям, ну очень даже и неплохо все это стало выглядеть. Я, честно говоря, думал, что все это будет намного хуже. Но нет. Как видим, весьма и весьма неплохо вся эта затея удалась и получилась. Это не может меня не радовать, на самом деле. И мне прям даже нравится. То есть теперь можно уже полноценно продолжать дальше с ним работать. Я что-то подумал и понял, что поджибель по сути надо писать финальную линию, типа. Потому что по передней части и так получился достаточно такой обширный и большой кусочек видео. И если все это сливать единое и целое, я думаю, все это затянется на какое-то бесконечное количество времени. Оно нам не надо. Поэтому... Отчетчик не надел. Надеялся, что-то течет. Поэтому по передней части, собственно, на датчик вот все закончено. Все как-то даже облагорожено, я бы сказал. Ну, на мой взгляд. Поэтому на этом мы заканчиваем. И дальше мы увидимся с вами уже в другом видео. Где будет, наверное, разбираться тема по двигателю. Возможно, по задней части. Не знаю, посмотрим, как пойдет. Ну, а с вами была мастерская Панк Мотогараж. Я Сергей Панкратов. Всем пока. Ждем вторую часть.